МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теплица радовала нас урожаем все лето. Богатый урожай собран. Теперь осенью необходимо подготовить теплицу к зимовке, чтобы ранней весной с первым теплом начать высаживать в нее рассаду. Мы должны убрать все, что было связано с теми растениями, которые были у нас в этом сезоне на наших грядках. Поэтому убираем абсолютно все подвязки, убираем все колышки и убираем весь органический материал, который находится на поверхности наших с вами грядок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Те колышки, которые мы в самом начале использовали для подвязки рассады, мы можем использовать спокойно и в следующем году. Но для этого их нужно хорошенько промыть мыльным раствором перед закладкой на зимнее хранение. А лучше, если мы используем любые дезинфицирующие материалы. Например, можем использовать раствор перманганата калия, марганцовки, или же медный купорос, который легко справляется со спорами грибков и способен очень хорошо продезинфицировать все оборудование, которое мы с вами используем внутри теплицы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш совет сегодня о том, когда и как готовить теплицу к зиме. Уборка всех растений, уход за поликарбонатом, обработка почвы, дезинфекция теплицы. Все деревянные колышки мы с вами убираем из теплицы и сжигаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нитканый укрытной материал, который покрывал поверхность почвы, мы убираем и непременно сжигаем. Вы должны полностью тот почвогрум, который находится в теплице, продезинфицировать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приступаем к обработке стен теплицы, то есть самого поликарбоната с внутренней его стороны. Никаких абразивных щеток, никаких жестких мочалок мы с вами использовать не будем. Почему? Во-первых, мы травмируем поверхность сотового поликарбоната, который достаточно деликатен. И при нанесении царапин на его поверхность мы, соответственно, снижаем проникновение солнца через его поверхность. И в следующем году мы с вами уже не получим того эффекта, который был в этом сезоне. Прислушайтесь к нашим советам, и ваша теплица будет готова к зиме и ранним весенним работам. Мы берем с вами, растворяем обычное средство для мытья посуды в воде, берем губку мягкую или любую тряпочку для мытья посуды и аккуратно начинаем с вами обрабатывать поверхность нашей теплицы. И еще один совет. Установите теплицу осенью. Весной вы первыми начнете в ней работать и получите урожай на 2-3 недели раньше других. Важная информация для тех, кто только собирается на своем дачном участке установить новую теплицу или приобрести первую. Вы сейчас, по осени, устанавливая теплицу, устанавливаете ее не по мерзлому грунту, а это значит, что вы установите ее по всем правилам. Устанавливая теплицу осенью, вы намного раньше сможете получить свой урожай, поскольку земля в теплице прогреется значительно раньше, чем в открытом грунте, и вы сможете приступить к посеву ваших любимых овощных культур на несколько недель раньше. Напомню, что покрытие для нашей теплицы мы выбирали очень тщательно и остановились именно на Актуальбио, так как это высококачественный поликарбонат, а его эффективность научно доказана. Исследования, которые проводятся на базе научно-исследовательского института сельского хозяйства, показали, что Актуальбио способствует увеличению урожайности в теплице до 2,5 раз. При этом гарантированный срок службы Актуальбио – 10 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова